Спасибо, дорогие коллеги. Я сегодня пала жертвой как раз цифровизации. Я собиралась быть среди вас и очень участвовать, но как сотрудница дома Лосева, библиотеки дома Лосева, а не только филологического факультета университета, вынуждена была сегодня проходить тестирование на профпригодность, отручать на вопросы, что делать с ребенком, если он бегает по читальному залу. И подобных вопросов было 60, и я вот только 30 минут, 40 теперь назад от этого удовольствия освободилась. Я не знаю, как герой моего доклада Алексей Федорович Лосев, известный русский философ и выдающийся выпускник нашего Московского университета, отнесся бы вообще к идее конференции, ориентированной на цифровизацию знаний, искусственный интеллект, на цифровые энциклопедии. Тем более, если их рассматривать не только как инструмент, но и, как было сказано в информационном письме, как среду обитания расширенной личности. Лосев был увлечен техническими и точными науками, любил астрономию, испытывал огромный интерес к математике и к математической логике. Напомню, что еще в середине 30-х годов он написал большой труд «Диалектические основы математики», а в первые послевоенные годы писал о математической логике работы и задумывал вообще большой труд по проблемам логики в целом. Но при этом, как философ-идеалист, он крайне отрицательно относился к стремлениям подчинить духовные начала различного рода научным достижениям. Во второй половине 20-х годов, в дополнение к своей знаменитой книге «Диалектика мифа», он утверждал, что так называемый научный прогресс приведет человечество самым прямым путем к концу человеческой истории. Позволю себе привести достаточно обширную цитату из этого текста. Начало летают по воздуху, чуть-чуть, часто падают и убиваются. Но наступит время, когда человек станет летать свободнее птицы. Наступит время, когда не только не нужен будет рукопашный бой, это феодальное понимание войны, отжило уже и теперь свой век. Но когда не нужна будет и сама обстановка войны. Города и государства будут уничтожаться путем нажатия каких-нибудь кнопок где-нибудь в лаборатории или в ученом кабинете. Наступит время, когда люди полетят на Луну и будут химически воскрешать мертвых. Наступит время, когда с помощью механических приспособлений будут читаться мысли по выражению лица или по внутримозговым процессам. Когда будут появляться живые существа в пробирке и когда всякий будет в состоянии творить чудеса при помощи знаний, физики, механики и химии. Наступит время, когда в любой момент по маленькой прихоти можно будет очутиться в любом месте земного шара, употребивши небольшое усилие, чтобы сесть на какую-нибудь машину. Наступит время, когда в любом месте земного шара будет видно все, что делается во всяком другом месте земного шара. Уже и сейчас научились слушать по телефону за сотни верст. Наступит время, когда без всякой специальной установки житель экватора сможет увидеть на экране, если захочет, все мелочи событий, совершающихся на полюсах. Когда, сидя в любом доме и в любой части дома и в любом городе, можно будет видеть все, что творится, делается, думается и чувствуется во всяком другом доме и во всяком другом городе. Наступит время, когда человек сумеет собирать и наблюдать световые лучи, скользящие от прежних фактов, лиц и событий, когда, следовательно, любая эпоха из прошлой истории также представит перед ним на экране по его малейшему желанию. Подобно тому, как уже теперь, хотя все еще слишком примитивно, при помощи киноаппарата можно видеть воспроизведение всего раньше случившегося в его реальной последовательности. После всего этого подобную картину нынешние идолопоклонники техники могут расширить в тысячи раз больше, чем я, можно спросить, если всякий сможет делать все, что он не вздумает, если всякий сможет увидеть и услышать все, что творится на земном шаре, если на малейшую прихоть будет отвечать тончайший аппарат, могучий и способный исполнить желание в несколько секунд, то не есть ли это все сумасшествие царства сплошного анархизма, царства некого земного ада, где действительно все до последней глубины есть человек в человеке и для человека. Напомню, что этот текст был написан еще в 20-е годы, когда ни о каком интернете с его возможностями, ни о каком интеллектуальном и, так сказать, искусственном интеллекте никто и не думал. С одной стороны, конечно, все это хорошо, вот я могу выступать из дома Лосева прямо по компьютеру в нашем университете, но вернусь я от этих проблем цифровизации к теме своего доклада, к месту Лосева в истории отечественного энциклопедизма. Надо сказать, что за последние, после смерти Алексея Федоровича в 88-м году, десятилетия вышло огромное число публикаций о нем, и даже издание библиографического указателя занимает более 300 страниц. Но при этом сложилась парадоксальная ситуация. Лосева часто называют мыслителем-энциклопедистом, делая акцент на том, что его научные интересы и его вклад в различные сферы знания, как классическая филология, общая языкознания, история философии зарубежной, отечественной, эстетика, философия музыки, философия математики и так далее. На все это обращать внимание, но не обращать внимание на то, что огромный пласт наследия Алексея Федоровича Лосева – это энциклопедические тексты, написанные для различных энциклопедических изданий. И мне кажется, что эта лакона должна быть не только заполнена, но изучена еще с той точки зрения, о которой я сегодня, наверное, не успею сказать по регламенту доклада. Энциклопедизм, как он влиял на само творчество Лосева. Надо сказать, что критически относясь вот к таким утопическим в 20-е годы проектам по, так сказать, информационному и прочему научному организации быта, жизни человека, Лосев и не ориентировался на знаменитых энциклопедистов XVII века, на тех, кого мы считаем основателями энциклопедизма, то есть на Дидро, Деламбера или Руссо и их сподвижников. Он в своих исканиях и в своих работах ориентируется на совсем другую традицию, традицию синтетического знания, восходящую и к античности, ко временам еще античным, но в том числе имеющие свои корни и в русской культуре XIX века. Тут уместно назвать такого представителя русско-философского романтизма, как Владимир Федорович Адоевский, энциклопедизм мыслей которого всегда привлекал Лосева, или таких философов, как Владимир Соловьев и отец Павел Флоренский. Соловьев важен для Лосева и как создателя философии всеединства, но и как автор многочисленных статей для знаменитой энциклопедии Брагауса и Фрона, которые Лосев читал еще гимназистом. Эти традиции сказались и на лосевских подходах к постижению и описанию фактического материала, и даже в какой-то мере на сам лосевский стиль, тяготеющий к афористичности с предельной точностью терминов и формулировок. Можно выделить несколько этапов в жизни и творчестве Лосева, непосредственно связанные с историей отечественного энциклопедизма. Первый опыт работы для энциклопедии Лосев получил еще молодым человеком, работая в стенах Государственной академии художественных наук под руководством Густава Шпета, где в 20-е годы было задумано многотомное издание энциклопедии художественных наук. К сожалению, по политическим событиям того времени этот научный проект не был осуществлен, и лосевские статьи, написанные для этого издания, оказались погребены в архивах. Я сама в 2021 году обнаружила и опубликовала в философском журнале более десятка таких текстов, посвященных совершенно разным вопросам. Это и античность, и музыка, и космос, и математика, и искусство. Второй этап – это попытка мыслителя создать в конце 30-х годов авторский энциклопедический свод, посвященный античной мифологии, ее богам и героям. Из-за гибели рукописи во время бомбежки 1941 года от этого корпуса осталась только одна часть, опубликованная спустя 75 лет. Тем не менее, эта часть, это более тысячи страниц, называется она теперь в книжном виде «Античная мифология с античными комментариями» к ней «Энциклопедия олимпийских богов», собрание первоисточников, статьи, переводы и комментарии профессора Лосева. Третий этап – это 60-е и 80-е годы, когда Лосев тесно сотрудничает с издательством советской энциклопедии и публикуется в различных изданиях, готовившихся в различных издательских редакциях советской энциклопедии. Это и краткая литературная энциклопедия, и советская историческая энциклопедия, и большая советская энциклопедия, он пишет статьи для почти десятка томов этой энциклопедии, и философский энциклопедический словарь. И, конечно, самая важная веха – это участие его в четырехтонной философской энциклопедии, где появляются десятки его статей, преимущественно по античной философии. Они были собраны в отдельную книгу «Словарь античной философии» в 95-м году. Лосев в 70-е и 80-е годы возглавлял античную комиссию научного совета по истории мировой, культуры и приюзьями Академии наук Советского Союза. Не случайно уже в наши 2000-е годы в его память создана Лосевская комиссия научного совета РАН «История мировой культуры», и в это время он участвует в создании статей для другой энциклопедии, двухтонной энциклопедии «Мифы народов мира», которые тоже потом были изданы отдельной книгой «Боги и герои Древней Греции». Я думаю, что в принципе можно говорить и о том, что самый известный лосевский труд, многотомная история античной эстетики, тоже связано с лосевским опытом участия в энциклопедиях и вообще в таком энциклопедическом подходе к изучению подачи материала. Недаром у «История античной эстетики» как бы есть несколько слоев и ее последние тома, связанные с изучением терминологии. Это не только просто изучение отдельных терминов, но это своего рода такой энциклопедический свод определенной терминологии. Ее можно рассматривать как своего рода словарь терминологии античной эстетики. В настоящее время имя самого Алексея Федоровича Лосева вошло в десятки различных энциклопедических изданий, как зарубежных, так и российских. Я не буду их перечислять, но это и скажу только о том, что в первую очередь это и большая российская энциклопедия. В издательстве «Большая российская энциклопедия» недаром в 2007 году вышла даже моя монография о Лосеве писателе как о одном и знаменитом авторе российской энциклопедии. Была такая серия основана при «Большой российской энциклопедии», знаменитые имена российской энциклопедии. Я сегодня могла очень кратко, так сказать, обозреть этапы жизни и творчества Алексея Федоровича, но мне хотелось заявить эту тему, потому что о Лосеве пишут, Лосеве изучают, Лосеве печатают, но вот о подходе Лосева вообще к созданию энциклопедической статьи и в целом его взгляд на цельное знание и энциклопедию как одним из способов постижения этого цельного знания мне кажется, до сих пор никем не был замечен и никем никогда не изучался. А это имело бы самый прямой смысл. Все, да? Да, спасибо. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Если нет вопросов, хотела бы поблагодарить за идею такой конференции. Спасибо вам. Вопросы взаимы.